Несколько десятков харьковских предпринимателей вышли к стенам областного управления Миндоходов с требованием снизить давление на бизнес. На сегодняшний день у нас не проходят никаких кардинальных изменений в органах власти. То есть реформ нету, давайте скажем честно. Второе, мы ожидали, что будет снижено давление на бизнес. К сожалению, этого нету. Более того, оно даже усиляется, потому что в государстве существуют проблемы с наполнением бюджета, поэтому на сегодняшний день налоговая является репрессивным органом, который позволяет надавить на бизнес и пополнить бюджет. Протестующие говорят, готовы платить налоги, но при этом должна быть простая и понятная система налогообложения со справедливыми налогами, которые легко администрировать и уплачивать в бюджет. Предприниматели требуют прекратить коррупцию, сократить количество проверок малого и среднего бизнеса, которые к концу года только усиливаются. Кроме этого, нужно не забывать, что у нас понятное дело, что есть случаи, когда решение этих проблем выходит из правового поля. То есть тупо путем договоренности между предпринимателями и проверяющими. Давайте вы нам заплатите какую-то часть денег в виде взятки, и мы решим вашу проблему. Протестующие говорят, бизнес на грани выживания. Если государство в ближайшие несколько месяцев не услышит предложения предпринимателей, Украине грозит налоговый майдан. Чтобы отстали от предпринимателей, не мешали им работать, потому что сейчас так нелегкое время. Евро вырос в два раза, доллар тоже вырос практически наполовину. У людей, у предпринимателей в частности, усложняется жизнь, а проверяющие органы ее только усугубляют. Представители малого и среднего бизнеса составили резолюцию пикета, где изложили все свои требования. Документ передали в налоговую. Если есть какие-то факты, мы готовы их рассмотреть. Возможно, будут какие-то предложенные действия в рамках работы этой инициативной группы. То есть по итогу этих мероприятий мы излушаем и нашу позицию, и выслушаем, и, естественно, будут приняты какие-то меры. Совместная ассоциация. Предприниматели требуют люстрации руководства областного управления миндоходов, а также привлечения общественности и публичного подбора кадров в налоговую. Для борьбы с коррупцией предлагают создать специальный орган, куда войдут представители фискальной службы, предприниматели и общественники. Виктория Теряник, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».